Каждый год в начале осени мы являемся свидетелями большого политического шоу, называемого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Любому наблюдателю давным-давно понятно, что эта организация в основном исполняет церемониальные функции без какого-либо реального практического применения для решения каких-либо серьезных задач. Мы об этом достаточно подробно рассказывали сразу после начала полномасштабного вторжения, в прошлом году перед подобной сессией, а в настоящее время даже было неприлично что-либо прогнозировать и предсказывать. Слишком очевидным казалось все то, что возможно будет сказано на этой сессии. И с небольшими поправками, не имеющими принципиального значения, так оно и получилось. И разве что слушатели еще раз убедились, что Владимир Александрович может выступать на неплохом английском языке, а Джозеф Байден Джуниор, несмотря на постоянные насмешки и издевки со стороны российских СМИ по отношению к его возрасту, является еще ого-го каким бодрячком и вполне еще контролирует свое ораторское искусство без каких-либо бумажек и шпаргалок. Ну и разве что зрители, видевшие трансляцию выступления Байдена в прямом эфире, могли обратить внимание на то, что московский посланник Волн Небензя во время выступления американского президента вполне демонстративно использовал свой гаджет для каких-то развлекательных нужд. Но несмотря на большое количество рациональных вещей, сказанных в выступлении президента Зеленского, к величайшему сожалению, ничего из этого не будет имплементировано. Никоим образом невозможно лишить в рамках структуры Организации Объединенных Наций Российскую Федерацию ни участие в Совете Безопасности, ни право вета на решение Организации Объединенных Наций. Декларация же, принимаемая время от времени по самым различным поводам Генеральной Ассамблеи, никакого практического значения не имеет, ввиду своей необязательности к исполнению. Да и вообще, как мы уже говорили, начиная с гражданской войны Конго в начале 60-х годов, во время которой погиб тогдашний генеральный секретарь ООН Даг Амельшиль, эта организация не то, что не смогла предотвратить, остановить какие-либо военные конфликты, но она даже никогда активно не влияла на них до момента, пока они не завершались естественным путем. И только после этого появлялись всевозможные миротворческие силы ООН, которые в случае повторных вспышек, опять же, никоим образом ни на что не могли повлиять. Да и часто сами эти миротворческие силы становились всего лишь декорациями для различных политических игр. А уже ставшие нормой за прошедшие полтора года ритуальные разговоры о международном трибунале по отношению к агрессору, также, на мой взгляд, лишены какого-либо практического смысла. Еще почти год назад мы рассказывали в наших циклах, посвященном всевозможным международным процессам и возможности их применения в настоящих условиях. Но тогда, как впрочем и теперь, все наши актуальные видео блокируются, информация о них не доводится даже до подписчиков, их продвижение замораживается. При этом мы показали в тех видео почти нулевую практическую ценность каких-либо международных трибуналов в отношении страны, обладающей запасами ядерного оружия. И, к сожалению, ничем, кроме декларативности и политической демагогии, на сегодняшний день такие разговоры не являются. Ну а что же президент Байден, который в конце своего получасового выступления рассказал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину только, сколько это будет нужно, гневно высказался по поводу агрессора и озвучил хорошо известную российскую позицию относительно условий мира как капитуляции Украины. Звучит красиво, но практического смысла также, к сожалению, не слишком много. Лучше бы господин Байден добавил от себя, что будем поддерживать, пока я буду президентом. Что поддержка эта не закончится тем, чем закончилась 20-летняя поддержка правительства Афганистана. Чем закончилась в начале 70-х поддержка южного Вьетнама, к сдаче которого в то время приложили немалые усилия коллеги господина Байдена по демократической партии. И, конечно, к сожалению, из выступления американского президента понятно, что с большим желанием он готов бороться с какими-то проверенными и удобными противниками. Ну, такими, как, например, является так называемое глобальное потепление и гипотетическое влияние на него человеческих факторов. На это вполне можно и миллиардов то бросить для финансирования проектов борцов с сенью. И что-то не очень часто приходится слышать, чтобы сегодня в ведущих мировых державах активно интересовались и призывали провести аудит уже затраченных средств на воплощение различных фантазий политика, которые продолжают играть на перманентной забывчивости собственного электората. Уже как-то подзабылись те же самые десятки тысяч так называемых ученых, которые в начале 90-х годов прошлого века постоянно били в бубен и пугали озоновыми дырами, которые возникают над планетой вследствие якобы несовершенства технологий и по вине фреонов. Чертили всевозможные темы, карты, создавали математические модели, проводили конференции, фуршеты в комфортабельных условиях и в курортных местах, а потом все как-то само собой рассосалось. До новых подобных игрищ, свидетелями которым мы были все в течение последних нескольких лет. А вот более масштабная и реальная помощь Украине с целью не просто поддерживать ее на плаву, а форсировать завершение войны и освобождение захваченных территорий, постоянно наталкивается на сопротивление. И действительно, в этом случае это уже не мифология и салонные бла-бла-бла, а необходимость принятия решений, за которые потом придется отвечать. Но назовите мне хотя бы какое-либо, в особенности демократическое правительство, которое готово без острой жизненной необходимости принимать какие-либо решения, за которые потом придется отвечать. Разве за этим эти люди идут во власть? Что же касается самой Организации Объединенных Наций, то сейчас все чаще можно слышать комментарии относительно того, что ООН необходимо переформатировать, что ООН ждет судьба Лиги Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну и поэтому была распущена. Что это неправильно, что Советский Союз, в свое время исключенный за агрессию против Финляндии из Лиги Наций, получил в ООН особенные права. Что неправильно, что в Совбезе правоприемницей Советского Союза стала Российская Федерация и тому подобное. Что тут можно сказать? Ну, во-первых, то, что Российская Федерация осталась в Совбезе и сохранила право ВЕТА, скорее всего, произошло в результате секретных договоренностей в конце 80-х годов. В эпоху переформатирования Советского Союза. В привязке с событиями в Восточной Германии и во всей Восточной Европе. Что же касается разговоров, как можно было дать какие-то особые права Советскому Союзу после исключения его из Лиги Наций, мы неоднократно акцентировали внимание на вещи, которые почему-то никто не хочет замечать. И говорили об этом в наших видео, посвященном Второй мировой войне и международной политике. Новая международная организация взамен Лиги Наций и была создана именно для того, чтобы забыть об исключении Советского Союза и о том, что он был агрессором и одним из главных разжигателей мирового конфликта. А что касается несостоятельности Лиги Наций, то по факту она была не намного больше, чем у ООН. Ну и конечно, никакое переформатирование, больше того скажу. Даже создание новой аналогичной международной организации путем распуска существующей в сегодняшних условиях просто невозможно. Мир 21 века вместо того, чтобы стать более демократическим, более комфортабельным для жизни, на основе фантастических информационных и технических достижений, становится все более дисперсным, а отнюдь не каким-то там многополярным, как любят рассуждать кремлевские домогоги. А градус ненависти, базирующийся на самые мрачные доктрины 20 века и на религиозное мракобесие раннего средневековья, зашкаливает все мытлемые границы разумности. Все началось рассыпаться с момента создания различных военных блоков еще в конце 40-х. А дальше всевозможные Евросоюзы, G7, G20, различные региональные организации, которые никак не стремятся к никакому международному сотрудничеству, выходящему за узкие цели этих сообществ. Джо Байден в своей речи вспомнил декларацию прав человека и заявил, что мир должен стремиться к воплощению всех положений этой замечательной декларации. Сам по себе этот документ наполнен красивыми фразами, неоднозначными толкованиями и абсолютно полной невозможностью выполнения этой прекрасной декларации. Чем-то она напоминает Сталинскую Конституцию, декларативно гарантировавшую кучу прав и свобод и перечеркивавшую все эти права и свободы одной фразой. И вот она, эта фраза в этой декларации. Статья 29. Пункт 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. А кто же будет определять и накладывать эти ограничения в демократическом обществе? Сказать забыли. Ну понятно, что власть придержащая. И поэтому где-то можно отправиться в тюрьму за снятый платок. Где-то за то, что ты читаешь не ту книжку, а где-то за то, что ты не хочешь ее читать. Где-то тебе будут объяснять, в какой день ты можешь что-то делать, что ты можешь есть, как ты можешь одеваться, что ты можешь фотографировать, а что не можешь. Какие можешь писать картины, а какие тебе запрещено. Какие слова ты можешь произносить, а какие ни в коем случае. А потом тебе объяснят, какие исторические нарративы правильные, где правильно рождаться, что такое семья и что такое брак. Женщины, например, разъяснят, что размахивать кузнечным молотом и летать на сверхзвуковых самолетах – это и есть показатель равенства. А вот как, кого, когда рожать или не рожать – это за нее будет решать государство. Ибо ведь оно в каждой стране единственный источник морали. А уж статьи из этой декларации, посвященные праву на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, равенству перед законом, восстановление в правах компетентными национальными судами, соблюдение по отношению к каждому человеку законодательных актов, запрет на произвольное лишение гражданства или право изменить это гражданство. И все остальные прекрасные слова про защиту материнства, про обязательное образование, про право на труд без какой-либо дискриминации. Замечательная по своей бессмысленности статья 28 о том, что каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей декларации, могут быть полностью осуществлены. И вот уже 75 лет 1948 года, с момента принятия этой самой замечательной декларации, в разгар начавшейся холодной войны, эскалации послевоенных репрессий в Советском Союзе, перенесенных и в страны Восточной Европы, в эпоху гражданской войны в Китае и спровоцированных коммунистами войн в различных уголках Азии, только что освободившейся от японской оккупации. В годы появления военных блоков появился этот невозможный к исполнению текст, которым до сих пор политики прикрывают свое нежелание не дать определение злу, нереально бороться против этого зла, а чаще сами натягивают маску некоего благочестия на выбранное, как им думается, меньшее зло, тем, чтобы попытаться удержаться и в собственном политическом кресле, так как ничего другого эти люди делать больше не умеют. Да и для получения дивидендов от выгодных отношений с этим самым перекрасившимся злом. И даже когда в мире за последние 2-3 года практически совершенно исчезли остатки какого-либо здравого смысла, профессиональные политики с многолетним стажем продолжают все те же игры, которые уже неоднократно приводили к бесчисленным жертвам на протяжении 20 века. И они никогда не признают своих ошибок, что 25 февраля достаточно было сделать одно заявление о закрытии неба над Украиной и вторжение бы закончилось через несколько дней. И если сегодня с высоких трибун до сих пор приходится объяснять, что Украина защищает в том числе и их право сидеть в своих мягких уютных креслах, то какой же на самом деле уровень этих людей и чего от них можно ожидать? Если вы считаете наши видео полезными, информативными, ставьте лайки, оставляйте комменты, делайте перепосты. Если вас будет много, возможно удастся перебороть русскоязычный ютуб. В противном случае вы будете продолжать получать все ту же бессмысленную славесную жвачку.